Приветствую любителей футбола и предлагаю очень краткое мнение о повторном полуфинальном матче Лиги Чемпионов между Манчестер Сити и Мадридским Реалом. На мой взгляд для нейтрального болельщика то что произошло не может вызывать особых восторгов. Все ждали четвертый футбольный спектакль за последний год между этими клубами, а этого не случилось. Но для Болел Сити игра была естественно похожа на сказку и по качеству показанного командой Гвардиолы футбола и по красоте и количеству голов в ворота Тиба Куртуа и по общему итогу полуфинального противостояния. На мой взгляд все было решено уже в первом тайме. Подавляющее превосходство хозяев поля привело к двум заслуженным голам в исполнении Бернарду Сильвы на 23 и 37 минутах. Говорить о том что Реала практически не было на поле минуты до 30 не имеет смысла. Это просто факт. Так было и в первом матче в Мадриде в таком же временном интервале, но там Манчестеру забить не удалось. А напротив удалось забить Реалу и второй тайм того матча прошел в очень упорной борьбе. Вчера же прошнувшийся от непомерного давления хозяев Мадрид к 30 минуте уже горел 0-1, а вскоре и 0-2 и в раздевалке команды ушли при этом счете. Конечно футбол команды Гвардиолы показанный в первой половине вызывает абсолютный восторг. Были хороши все. Холланд на острие атаки, Бернарду Сильва на левом, а Грилиш на правом флангах. Дебрюни появлялся в совершенно разных местах Газона, путая игроков гостевой команды. Плюс все атакующие действия английского коллектива в центре поля мощно подпирали Джон Стоуз и Родри, которые переиграли в середине Кросса, Вальверде и Модриджа. А защитник Сити Кайл Уокер просто закрыл Венисиуса, практически ничего не позволив ему сделать в этой игре. Во втором тайме Реал попытался совершить очередное чудо, но Гвардиола в этом варианте своей команды навел полный порядок в обороне и по исполнителям и по самой игре. В отличии например от 2019 года, когда в атаке у Манчестер Сити было все очень здорово, но в обороне был натуральный проходной двор. И все атакующие действия гостей сходили на нет. У тренера английского клуба сейчас очень сбалансированный футбол. Поэтому на мой взгляд весь второй тайм в действиях команды от Челотти чувствовалась обреченность и как-то сквозила мысль, что в этот вечер спастись уже никак не удастся. Так и случилось, а в довершение в ворота Куртуа отгрузили еще два гола на 7-6 и 91 минутах, доведя счет матча совершенно до неприличного. Хотя Сити во втором тайме старался играть более прагматично. Итог 4-0 и хозяева поля заслуженно выходят в финал Лиги Чемпионов, где их ждет Миланский Интер. Мне кажется, что Модричу, Кросу и Бензима из-за возраста уже в этом сезоне тяжеловато держать тот уровень, к которому мы все привыкли на протяжении многих лет. Плюс для них сам сезон был очень интенсивным. И в этом тоже кроется причина такого результата для Мадрида в этом полуфинале. Есть же Асенсио, Лукас, Сибалиас. Может стоило в Англии выйти в старте с ними?